Всем привет! Владельцы Xiaomi Mi A3 В сегодняшнем видео вашим мучениям пришел конец В этом видео я вам покажу, как избавиться от этого Android One От этой чистой прошивки на Mi A3, которым реально пользоваться невозможно В сегодняшнем видео я буду устанавливать MIUI 11 на Mi A3 Точнее, я уже это сделал Вы сейчас видите, как он включается Что такое CC? Ну, правильно считается CC Да, как бы смешно ни звучало Дело в том, что на китайском рынке Mi A3 продается под названием Mi CC9E И что сделали умелость? Они взяли, просто портировали эту прошивку с китайской версии и адаптировали для Mi A3 Так что прощаю голый Android, да здравствуйте, MIUI Обычно я делаю наоборот На смартфоны, которые идут с прошивками MIUI, ставлю голый Android Но здесь, конечно, мы делаем все по-другому Ребят, я не знаю, сколько будет длиться видео, но я торопиться не буду, потому что многие из вас меня просили Прям слезно просили, чтобы я снял эту видеоинструкцию Поэтому я не хочу торопиться, хочу все вам объяснить, досконально все показать, чтобы у вас не возникали никакие вопросы Так что садимся поудобнее и буквально через минут 20-30 вы сможете на свой смартфон тоже установить MIUI 11 Итак, давайте начнем с прошивки Это единственная прошивка на оболочке MIUI для Mi A3 Устанавливается до безобразия легко Все это я вам покажу чуть позже Значит, прошивку я протестировал Здесь у нас все работает вплоть до MI аккаунта Значит, конечно же, раз работает у нас MI аккаунт Вот я зашел в свой тестовый аккаунт Кстати, в MI аккаунт можно входить только через Google То есть вы через свой Google аккаунт входите в MI аккаунт Если просто пытаться войти в MI аккаунт, у вас это не получится Вот, значит, кстати, это, наверное, единственный косяк Ну, я даже не скажу, что это косяк Вообще, сам разработчик уверяет, что здесь никаких проблем нет Протестировав, я могу сказать, что да, действительно, я никаких проблем не обнаружил Единственное, что сюда мы заходим просто через Google аккаунт и все Но это вообще смешно, про это даже можно было не говорить Потому что это вообще никакой не минус, правда? Итак, давайте мы перейдем в устройство У нас здесь MIUI 11.1 Модель у нас, видите, MI CC9E Телефон думает, что это MI CC9E Характеристики у нас точно такие же, как и CC9E Так что здесь можно вообще ничего не смотреть Конечно же, прошивка по воздуху не будет обновляться Вы даже не сможете попасть на меню с обновлениями Обновление скачивается отдельно и устанавливается тоже отдельно Ссылка на саму прошивку и на сайт, где постоянно выходят новые обновления Я оставлю в описании под видео Не торопитесь, не переходите Давайте расскажу вам дальше Wi-Fi включаем, Bluetooth, все это работает шикарно Звук, экран В принципе, вам тут даже и рассказывать нечего Здесь у нас все шикарно работает Как видите, у меня сейчас телефон работает с жестами Очень-очень удобно После головы андроида, который здесь стоял Это просто шикарно вообще Итак, шторка Обычная прошивка MIUI Здесь вы ничего такого сверхъестественного не увидите Темный режим, конечно же, здесь работает Вот, пожалуйста, идем в настроечки И у нас все черненькое Идем в Play Market В Play Market у нас тоже применилась темная тема Можем здесь что-то скачивать Вот я уже тут пообновлял, что-то покачал Кстати, у меня здесь скачана игра Я даже скачал навигатор Проверил, как работает геолокация Вообще никаких проблем здесь нету Сим-карта работает Ребят, что самое офигенное Так это то, что у нас здесь появился запись звонков Ребят, вы не сможете записать звонки Потому что на голом андроиде этого просто-напросто не было Так, будь в курсе Слушай, руки вверх О боже, это реклама Меня просто доведет Вот если я сейчас случайно нажму То все, у меня будут списываться деньги Вроде как звонил оператор И сказал, отключите мне все эти функции Никчемные подписки Чтобы у меня не списывались деньги Вот бывает же такое, да? Ты замечаешь, что, блин, вроде только положил бабки на телефон Уже пропали куда-то Все из-за этих подписок непонятных Итак, смотрите Опа Вот так это все выглядит Красота Прошивка классная Особенно после чистого андроида Который идет с Mi A3 Ну что ж, ребят Камера тоже работает Здесь никаких проблем у нас нету СМС Ну, все как в MIUI Вы можете наблюдать Такая вот клавиатура Значит, раз мы, ребятки Зашли в Mi Account Мы также можем применять Какие-нибудь интересные темы Какие темы я применял Я уже вам показывал Вы видели? Вот, значит Смотрите Все эти темы Название этих тем Я вам показал Вы, в принципе, их можете скачать Если кому-то из вас какая-то понравилась Раз, два, три Четыре, пять Тем я скачивал Вот Значит, скачивается Устанавливается без проблем По стандарту У меня здесь регион Китай Вот Поэтому у нас много Всяких интересных тем И все остальные плюшки Присутствуют От китайского региона Кроме всяких глупых Там программ Которые нам вообще не нужны Это все Автор уже Вычислил С этой прошивки Итак Значит, многих волнующий вопрос На который я уже вроде дал ответ Обновление здесь Автоматически не приходит Вам нужно это делать вручную Точно так же Как мы будем устанавливать Эту прошивку Чуть позже Я вам покажу Как это на деле делается Ну что ж, ребят Давайте мы выключим Темную тему В принципе, я вам уже Наверное, все показал Что тут еще показать Не знаю Давайте на блок поставим Вот, пожалуйста Чик Друзья, конечно же All Vision Display Никуда не делся Он здесь у нас Как был, так и есть All Vision Display работает Можете менять Разные темы Картинки Куча настроек Это все у нас В настройках Так, идем сюда Активный экран И блокировка И вот, пожалуйста Все эти настройки Вы можете здесь Настроить Итак, выберу Минут 5 Чтобы экран не тух Здесь у нас даже Карусель обоев есть Короче, все, что не было На чистом Андроиде Все это здесь есть Так что Наслаждайтесь С прошивкой MIUI 11 Не забываем поставить Пальчик вверх На видео Потому что Я реально старался Время Сейчас вы видите 23.43 Почти 12 часов В ночи А я Сижу И пилю Видосик Для вас, ребят Друзья Наверняка У вас возник вопрос А как работает Отпечаток Да все очень просто Как работал Так и работает Ведь китайская Версия Тоже У нее Тоже сканер Под экраном Вот смотрите Какая красота Загорается Эта кнопочка Ну все Настраиваем Все вы знаете Что На MI A3 Даже на чистом Андроиде Сканер отпечатка Он работает Не совсем Ахки Да Не с первого раза Можно попасть Не с первого раза Разблокируется Здесь у нас Даже разблокировка По лицу То есть Это все Здесь присутствует Смотрите Идем назад Вот пожалуйста Разблокировка По лицу Отпечаток И так далее Давайте мы Протестируем Это Вот видите Появился значок Хоп Все В принципе Работает даже лучше Чем наверное На родной прошивке Чистый Андроид Итак ребят Смотрите Если мы снизу вверх Подтянем В принципе Вы это наверное Знаете Вот открываются Недавние вкладки Нажимаем крестик И все Закрывается Мало ли Кто из вас Не понимает Кто глазам своим Не верит Давайте мы еще Зайдем в темы И сейчас Я применю Какой нибудь Из моих тем Вот эту Например Это моя Любимая тема Она вся такая Светится Красота Смотрите Хоп Попадаем в меню Вот так выглядит Меню И Экран блокировки Вот Привет всем Это я сам написал Туда можно написать Все что хотите Также у нас здесь Вот справа Настройки вылазят Можем отсюда Мобильный интернет Включить Wi-Fi Звук Bluetooth И так далее Либо смотрите Можем пальцем проводить Все разбегается Опускаем Значит еще раз сюда И вот попадаем Настройки Давайте мы проведем Парольчик наш Вот здесь вот Бурана Язан Сюда пишем все что мы хотим Например Там напишем Mi Просто mi Просто тупо mi Проверяем Вот пожалуйста mi То есть Чтобы вы понимали Это тема Тему можно будет Скачать И применить Просто я Зачем это я сделал Я просто хотел вам показать Что Тема применяется И они работают Тоже здесь без проблем Ну конечно От этой Конечно же Зависит от темы Некоторые темы Не адаптированы Для MIUI 11 Вот Поэтому тему Еще нужно будет Вам выбрать Протестировать Ну что ж Ребят Я думаю Что на этом Все Давайте мы Приступим к установке Прошивки MIUI 11 Что сейчас Я сделаю Я сейчас сюда Поставлю родную прошивку Чистый Android И вам с нуля Покажу Как установить MIUI 11 Так же Имейте ввиду Что в конце ролика После установки MIUI Я вам так же Покажу Как потом Вернуться назад То есть Вы В любом случае Если вам не понравится Ну всякое бывает Не понравится вам MIUI Я вам покажу Как потом Вернуться назад Чтобы у вас Не возникало Никаких вопросов И сложностей Ну что ж Сейчас я выключаю Камеру Устанавливаю Родную прошивку И мы вместе С вами Начинаем устанавливать MIUI 11 Поехали Ну что ж Ребят Я установил Родную прошивку Я даже Начальные настройки Не проходил Чтобы вам Показать Что я Как бы Делаю Все С нуля Итак Смотрите Сейчас я пройду Все эти настройки И расскажу вам Что нужно делать Для того Чтобы установить MIUI На MI A3 Вам не нужно Будет Тоже делать Сброс Не Не Это все Само Сделается Просто После возврата Оно конечно Все сбрасывается Итак все Я попал в меню Вот у вас Все точно так же Если вы его Не прошивали ранее Давайте перейдем Настройки Покажу вам Что у нас За прошивка На данный момент Самая последняя Прошивка На данный смартфон Это Android 9 Изменится ли Инструкция Когда выйдет Android 10 Я не знаю Скорее всего Ничего не поменяется Но Если поменяется То я сниму Новое видео Итак Друзья Этот смартфон Идет по программе Android One То есть Чистый Android И эти смартфоны Обновляет Якобы В кавычках Google Но однако Google Свой смартфон Уже давно Обновила До Android 10 Еще летом А вот Эти смартфоны От Xiaomi Она как-то Неохотно Обновляет Ну да и пошел Этот Google С своим чистым Андроидом Потому что Мы будем Переходить На MIUI Итак Первое с чего Нужно начать Это Убедиться в том Что у вас Нет фото Видео Ничего ценного Нет на телефоне Если есть Пожалуйста Копируем на облако На флешку На компьютер Куда вам удобно Потому что Все с телефона У нас сотрется Если вы готовы Делаем следующее Идем в настройки В самом внизу О телефоне В самом внизу Номер сборки Тапаем много-много раз Мы стали разработчиками Возвращаемся назад Нажимаем Система И здесь Дополнительно Есть пункт Для разработчиков Идем сюда Здесь у вас Скорее всего Галочки Этой не будет Поэтому Обязательно Ставим сюда Эту галочку Включить Далее Идем ниже И здесь Есть пункт Откладка По USB Здесь у вас Тоже галочка Не будет Поэтому Обязательно Ставим галочку И жмем ОК Если вдруг Компьютер Не будет Ваш телефон Видеть То ссылку На драйвера Я оставлю В описании Скичайте И просто Установите на компьютер Итак Телефон Наш готов К прошивке Единственное Хотелось бы Вам порекомендовать Иметь MicroSD карточку То есть Флешку Которую Вы желательно Заранее Ставьте В телефон Потому что Туда мы будем Копировать Прошивку И нужные нам Файлы Для установки MIUI Если флешки Нету В принципе Это не страшно Но Будет Немного Неудобно Итак Если вы Это все Сделали Вы готовы Тогда Мы Выключаем Наш Смартфон Ребят Вообще Послушайте Что я вам Сейчас скажу Если вы Сразу же Включили Видео Первый раз Наткнулись На него И сразу же Начинаете Пытаться Установить MIUI Не делайте Этого Честно Не делайте Потому что У вас будут Ошибки Сперва Досмотрите Видео Чтобы вам Понять Как я буду Что делать И после Этого Уже Второй раз Включаем Видео И повторяем Все за мной Потому что Вы будете Знать Что Когда копировать Например У меня На microSD Карточке Которая уже Стоит В телефоне Уже Все скопировано Заранее Если вы Сейчас делаете Все как я Покажу Потом Вы столкнетесь С некоторыми Проблемами Поэтому Мое дело Вас предупредить Вы уже Делайте Как хотите Я советую Вам Сперва Посмотреть Видеоинструкции Ничего Пока не делать Второй раз Когда вы уже Решили Все Я ставлю MIUI Тогда уже Начинаем Все повторять За мной На телефоне Зажимаем Кнопку Включения Уменьшит Громкость И держим До тех пор Пока не Появится Зайчик Все Зайчик Появился Мы Отпускаем Эти кнопки И подключаем Наш телефон К компьютеру Все Теперь Теперь мы Переходим К самому Компьютеру Да Ребят Я представляю На первый взгляд Наверное Вам покажется Что Ой Блин Столько Действий Какой Кошмар Так Тяжело На самом Деле Я Вот Сейчас Могу Буквально За 5 Минут Полностью Перепрошить Его На MIUI Потом Обратно То есть Это все Дело Привычки Один раз Делаем И В принципе Вы же Не все Время Будете Прошивать Один раз Прошили И будете Пользоваться Полгода Год И так далее И так Идем В MI A3 Потом Выйдет MIUI 12 Будем Ставить MIUI 12 На этот Телефон Да Да Ребят Кстати Напишите В комментариях Хотите Либо Чтобы я Сделал Видеоинструкцию По установке Android 10 С жестами С кучей Интересных Настроек На этот Смартфон В принципе Открою Вам секрет Хотите Или нет Я все равно Это видео Сниму Поэтому У вас Будет Альтернатива Если MIUI Не понравится Вы сможете Установить Android 10 Не официальный А специальный Кастомный Там у нас Будет Очень много Разных Интересных Настроек Короче Заходите На канал Смотрите Это видео Про Android 10 Оно уже Скорее всего Будет На канале Ну а если Вы не нашли То буквально Через пару Дней Оно точно Появится И так На компьютере Нужно Будет Вам Сделать Следую Скачать Tools Все что я Вам буду Показывать На все Будет Ссылка В описании Чтобы я Просто не Повторял Каждый раз Ссылка В описании Имейте Ввиду Что все Что я Показываю Ссылочка В описании И так Значит Скачиваем Archive Tools Далее Скачиваем Tvrp С таким Длинным Названием И Собственно Саму Прошивку MIUI 11 В описании Под видео Будет Ссылочка На MIUI 11 И вот Прошивка По этой Ссылке Постоянно Обновляется То есть Как только Разработчик Выпускает Новую Версию Прошивки Вы Перейдя По ссылке Сможете Скачать Новую Версию Поэтому Ссылка Грубо говоря Обновляемая Поэтому У вас Всегда Будет Самая Свежая Версия На момент Установки MIUI 11 И так На данный момент Вот самая Последняя Версия Я ее Скачал Значит Скачиваем На компьютер Это Это И это Вот эти Три Файла Если у вас Есть MicroSD Карточка Которая Стоит В телефоне То MIUI 11 То есть Прошивку Копируем На MicroSD Карточку Чтобы Эта Прошивка Была На MicroSD Больше Пока Ничего Копировать Туда Не нужно Далее Мы Архив Tools Правой Кнопкой Мыши Извлечь Вы И получается У нас Папка Папка Называется Tools R23 Это Неважно Ребят Тут Может быть R28 R58 Главное Что Папка Tools Была И в ней Были Вот эти Четыре Файла Далее Что мы Делаем Ребят Берем Recovery В формате Image И нам Его нужно Переименовать На что Переименовать Все Команды Тоже Будут В описании Под видео Рекиевери Либо Пишем Вручную Берем Переименовать И пишем Сюда Точнее Вставляем Рекиевери Вот Пожалуйста Рекиевери Точки Image Берем И Перемещаем В папку Tools Отлично Заходим Здесь У нас Видите 5 файлов Далее Мы Берем Эту Папку Копировать И Идем В Диск С В корень Диск С Правой Кнопкой Мыши Вставить Вот Пожалуйста Наша Папочка Выходим И снова Заходим Она уже Обновилась И где Наша Папка Вот она Значит Что мы Делаем Заходим В нее Здесь Друзья Вверху Вводим Вводим C M C M D Нажимаем И открывается Окошко Вот такое Окошко Куда нам Нужно Ввести Команды Которые Конечно же Будут Написаны В описании Под видео Вот Эта Команда Fastboot Flashing Unlock Копируем И вставляем Правой кнопкой Мыши Нажимаем Кнопку Enter Телефон Сразу же Перезагрузился И у нас Идет Очистка Всего Что есть В телефоне Идет Очистка Потому что Мы разблокировали Загрузчик Значит Телефон Где-то Минут Через Три Включится Как только Он включится Мы его Снова Выключаем Вот Прямо В том Меню Где Просит Вас Там же Выключаем И снова Вводим В режим Fastboot То есть Зажимаем Кнопку Включения Уменьшить Громкость В выключенном Состоянии И снова Подключаем К компьютеру Смотрите Телефон Включился Прямо Здесь Я его Выключаю Зажимаю Кнопку Включения Уменьшить Громкость Ввожу В режим Fastboot Все Зайчик Появился Я отпускаю Телефон И Значит Что мы Делаем На компьютере На компьютере У нас Окошко Это все еще Открыто Поэтому Мы С описанием Под видео Нам нужно Будет Скачать Команду Fastboot Flash Boot Recovery Image Копируем И Вот сюда Вот мы Правой кнопкой Мыши Вставляем Нажимаем Кнопкой Enter Все Отлично Теперь Можно Закрыть Окошко И Компьютер Нам Больше Не Нужен Мы Переходим К Телефон Отсоединяем От Компьютера Зажимаем Кнопку Включения И Увеличит Громкость После Вибрации Отпускаем Все Отпускаем Видим Что Надпись Появилась Unlock it И Запускается Recovery Итак Ребят Я вас Поздравляю Потому что Пол пути Мы уже прошли Осталось Только Самое Легкое Это Установить MIUI Теперь Идем В В Форма Data Здесь Вводим Yes Английскими Вот так Вот Ок Нажимаем Назад Еще раз Заходим Advanced Vibe И здесь Ставим Галочки На Все Пункты Кроме MicroSD Если У вас Оно Есть У меня Есть Поэтому Я не Ставлю На Этот Пункт Если У вас Нет Соответственно Смысла Ставить Тоже Нет Делаем Swipe Выходит Какая-то Ошибка На это Не обращаем Внимания Теперь Идем Install Ребят Стоп Если у вас Флешки Нету То Вот Сейчас На этом Моменте Берете Кабель Подключаете Его К компьютеру На компьютере Заходим В мой Компьютер Там Должна Определиться Память Смартфона Память Смартфона Копируем Собственно Нашу Прошивку И потом Повтираем Что я Вам Показываю Если Вдруг Компьютер Не Определит Память Идем Mount Здесь Нажимаем Disable Enable Disable Enable И до тех Пор Пока Компьютер Не Определит Память Если Все Равно Не Определяет Идем В Reboot Нажимаем Recovery Перезагружаемся В Recovery И Снова Пробуем Скопировать Если И так Не Получится Тогда Уже Только Флешку Вам Нужно Будет Найти Купить В принципе Они Копейки Стоят Вам Хватит Даже На 2 Гигабайта Если Флешка Будет Так Что Здесь Без Проблем Итак Нажимаем Ок Видите У меня Флешка Вообще На 4 Гигабайта Ок Самым Внизу Мы Видим Мою Прошивку Xiaomi Yeo И так Далее Вот Это Верхний Архив Это Вам Не Нужно Это Я Скачивал Для Возврата На Родную Прошивку Так Что Вы Пока Это Не Трогайте Xiaomi Yeo Mi A3 Нажимаем И Делаем Свайп Сейчас У нас Идет Установка Прошивки Mi Y11 На Mi A3 Минут Через Три Где-то Процесс Этот Закончится Мы Перезагрузим Телефон И Вуаля Будет Mi Y11 На нашем Телефоне Итак Прошивка Установилась Нажимаем Reboot System И Do Not Install Все Ждем Когда Телефон Включится Во Смотрите Как Красиво Включается Теперь Наш Телефон Кстати Не Нужно Переживать Первый Запуск Будет Длиться Минут Пять Тереть Десять Поэтому Не надо Паниковать Что Ой У меня Телефон Перестал Включаться И так Далее Просто Ждем Я Специально Перематывать Не буду Чтобы Вы Видели За Какое Время Он Должен Включиться Если Ваш Телефон Будет Включаться Дольше Чем Мой Причем На Минут Десять Пятнадцать В принципе Это все Не страшно Главное Чтобы Он Включился Если В течение Часа Не Включиться Значит Вы Сделали Что То Не Так И Вам Нужно Пересмотреть Заново Видео И Посмотреть Где Вы Допустили Какую Ошибку Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... 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 И нажимаем пропустить. Если вы будете стараться войти, к сожалению, у вас не получится. При первоначальных настройках нужно пропустить, а потом уже в дальнейшем без проблем вы сможете зайти в свой Mi аккаунт. Чуть позже покажу и расскажу это все. Итак, чем удобно пользоваться? Давайте оставим жесты, потому что жестами реально удобно. Пропускаем, ок. Все, MiUI 11 готово. Снизу вверх. Ребят, все, пожалуйста, MiUI 11 на нашем Mi A3. Вот так-то вот. Итак, ну все, здесь все как обычно. Wi-Fi, Bluetooth, ну все работает. Я вам уже, в принципе, показывал, рассказывал. Для меня реально будет дико, если вы скажете, что у вас какие-то ошибки пошли, еще что-то. У меня никаких проблем нет. Если у вас будут какие-то нюансы, без проблем, пишите в комментариях. Попробую я вам помочь ответить. Итак, здесь уже я вам все рассказывал, показывал. Давайте мы просто зайдем, убедимся в этом. Вот, пожалуйста, MiUI 11. Жесты работают прекрасно. Always on Display здесь. Интересный, с кучей настроек. Вот, а чтобы включить, нажимаем здесь галочку. И в отображение тоже ставим галочку, чтобы Always on Display все время работал. Итак, давайте мы перейдем в раздел Mi Account. Как я уже говорил ранее, нужно заходить в Mi Account только через Google Account. То есть, вы что делаете? Вы заходите в Play Market. В Play Market вводите свой аккаунт, логично, да. И после этого очень-очень легко входите в Mi Account через вот как раз-таки ваш гугловский аккаунт. Если у вас не зарегистрирован Google Аккаунт в Mi Account, то у вас потребуется создание. Нажимаем создать и все. Короче, буквально там пару минут и вы сможете завести Mi Account. Ребят, зачем Mi Account? Mi Account вам понадобится только для того, чтобы скачивать тему. Если вам темы не нужны, то в Mi Account я вообще не советую даже заходить. Ну что, ребят, вы наслаждаетесь прошивкой MIUI 11 на Mi A3. Ставьте лайк на видосик, пишите ваше мнение в комментариях. Ну, а я сейчас покажу, как нужно вернуться на родную прошивку, если вдруг вы решили это сделать. Например, вы решили продать Mi A3, чтобы купить другой телефон. И вот как раз-таки для таких случаев, или может вам просто не понравилась прошивка MIUI, я вам показываю, как вернуться на родную. Итак, что мы делаем? Зажимаем кнопку включения и увеличит громкость. Ребят, держим. После вибрации мы отпускаем. Ждем, пока запустится Recovery. Recovery запускается. Теперь мы идем в Vibe. Format Data. Здесь вводим Yes. Жмем ОК. Назад. Еще раз. Advanced Vibe. И здесь стираем все эти пункты. Только microSD, как обычно, не трогаем. Нажимаем кнопку домой. Здесь важный момент. Значит, вам нужно будет скачать официальную прошивку для Recovery. Чуть позже я вам покажу, как ее скачивать. В описании, конечно же, я тоже напишу. Ну, а пока вы просто смотрите. Итак, скачайте официальную прошивку в формате zip. Идем install. Выбираем нашу память, где у вас прошивка. И вот помните, как раз таки V10. Это и есть официальная прошивка в zip формате. Делаем свайп. И ждем, пока она установится. Минут 2-3 тоже займет. После того, как она установится, у нас будет родная прошивка. Самая последняя. И чистые, соответственно, Android. То есть все. Про MIUI вы можете забыть. И никто даже не догадается, что вы прошивали телефон. Но будет один момент. А именно, заблокировать загрузчик. Если вам нужно, чтобы вообще никто не догадался, что вы прошивали телефон, то нужно будет заблокировать загрузчик. И, соответственно, стереть Recovery. Но, опять же, это уже чуть позже. Давайте мы дождемся, пока установится родная прошивка. Итак, родная прошивка установилась. Нажимаем Reboot System. И делаем свайп. Все, ждем, когда телефон включится. Итак, смотрите. Телефон включился. Родная прошивка. Вы узнаете уже начальные настройки. Но телефон мы не будем включать. Помните, я вам говорил. Про заблокировать загрузчик. Вот как раз-таки нам сейчас нужно еще доделать это. То есть, нам надо заблокировать загрузчик, чтобы никто вообще не узнал о том, что мы что-то делали с нашим смартфоном. И для этого на выключенном телефоне зажимаем кнопку включения и уменьшить громкость. Вводим его в режим Fast Boot. Подключаем к компьютеру. И переходим, собственно, к самому компьютеру. Итак, ребят, смотрите. Мы установили прошивку родную. Но у нас остался Recovery Custom. Плюс также у нас еще разблокирован загрузчик. Так вот, чтобы заблокировать загрузчик и убрать Recovery, чтобы у нас телефон был как только что с магазина, нам нужно сделать следующее. Заходим в папку Tools. Здесь вверху вводим CMD. Телефон, конечно же, должен быть в режиме Fast Boot. Значит, сюда мы копируем команду, которая будет в описании под видео написана Fast Boot Flashing Unlock Critical. После этого у вас на телефоне произойдет сброс. И телефон потом снова включится. Но у вас по-прежнему будет разблокирован загрузчик. И вот после того, как вы эту команду видели, телефон перезагрузился, включился, снова вводим Fast Boot и два раза клацаем по FlashLlog.bat. После этого ваш телефон снова прошивается на родную прошивку, но уже сотрется Recovery и заблокируется загрузчик. Если вдруг у вас выскочит ошибка, вот при вводе команды, которую я вам показал, то делаем следующее. Значит, мы без этой команды просто тупо два раза сразу клацаем по FlashLlog.bat. Телефон должен прошиться. Если вдруг в конце прошивки выскочит ошибка, телефон будет перезагружаться сам по себе все время в Fast Boot, делаем следующее. Мы прошиваем FlashLlog.bat. После этого он прошьется. Но у вас загрузчик останется по-прежнему разблокированным. Поэтому после этого уже снова прошиваем этот файл. И уже загрузчик будет заблокирован. Да, немножко такая, видите, путаница. Но за это надо сказать спасибо компании Xiaomi за то, что они вот такую вот фигню вытворили с Xiaomi Mi A3. Mi A1, Mi A2, такие удачные были смартфоны. С A3, конечно, они мутят воду тут конкретно. В принципе, это несложно два раза поклацать, подождать, он включится, ввести в режим Fast Boot, снова прошить. То есть, в принципе, ничего сложного, но действий чуть больше, чем обычно. Но в целом у вас телефон будет на родной прошивке, заблокирован загрузчик, и, в принципе, вы можете радоваться. А для тех, кто не хочет париться, блокировать загрузчик, тогда после того, как мы с Rekever установили родную прошивку, вы можете наслаждаться этой родной прошивкой и ничего не блокировать. Ну, это если вы не собираетесь продавать, потому что вдруг вы в дальнейшем захотите установить root права, там еще что-то. Поэтому блокировать лишний раз, в принципе, тогда и вам и не стоит. В любом случае, если есть вопросы какие-то, пишите их в комментариях. Чуть не забыл, ребят, я же вам не рассказал, откуда берется эти все файлы, как и что делать. Смотрите, перед тем, как вы начнете возвращаться на родную прошивку, смотрите, что нужно сделать. Идем в нашу папочку, в папку для возврата. У меня здесь есть папочка такая. Вы можете, конечно же, не создавать ее. Значит, здесь есть файлы. Вот это вот, это в zip формате родная прошивка. Это сюда не относится. Вот, вот это вот архив. И вот этот архив. Flash.zip и Laurel Sprout. Короче, вот это вот берем. Извлечь вы, получится у вас вот такая папка. И здесь то же самое. Извлечь вы, и получится такая папка. Заходим в папку Flash. Здесь три файла. Берем, копируем. И заходим в папку Laurel. Еще раз. Правой кнопкой мыши вставить. Появляется окошко заменить файл в папке назначения. Нажимаем заменить. Это очень-очень важный момент. Теперь назад. Берем эту папку. Копировать. Идем в этот компьютер. Диск C. Нашу папочку Tools. Ой, я ее сейчас удалил. Сейчас я заново ее перемещу туда. Просто хочу, чтобы все доступно для вас было. А поскольку снимал ночью. Немножечко сам даже запутался. Итак, вот я ее перемещаю сюда. И заходим в эту папку. Правой кнопкой мыши вставляем. Вставляем. Смотрите. Захожу сюда. Вот это беру. Копируем. Не вырезаем, а копируем. Вставляем. Все. Видите, сколько у меня здесь стало файлов. И вот сейчас, после этого, вы уже делаете, как я показал вам только что до этого. Все, ребят. Сделали, как я вам показал. Наматываем назад с момента, где я перешел на компьютер. И делаем все точно так же, как я там показывал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok